Набираем полторы тысячи лайков и я сразу сажусь записывать новую серию. Всем привет дорогие подписчики и зрители канала, с вами Локи и мы продолжаем карьеру за Зенит в РПЛ FIFA 22. Ребята, в прошлой серии у нас была жаркая битва с Краснодаром, мы сыграли 3-3 на последних секундах, смогли буквально вырвать ничейные результаты, в итоге сейчас наша команда пока идет на первом месте, но как мы видим Динамо и Краснодар идут вровень с нами, недалеко Спартак, Тульский Арсенал, Локомотив, 5-6 место. В общем вся борьба еще впереди, но после трех туров в РПЛ было очень жарко. Также друзья, что касается нашего состава, мы приобрели в прошлой серии нового защитника Луиса Филиппе, но к сожалению в одном из моментов они столкнулись с Крицуком, тот выходил на мяч и въехал в итоге в нашего защитника новичка и он получил травму и выбыл аж на 2 месяца, вот так вот к сожалению бывает. В дебютном своем матче футболист получает травму и после этого матча, ребята, у нас получилось так, что продался Ловран, то есть мы не смогли отменить переговоры уже и в итоге Ловран нас покинул и сейчас у нас в команде всего лишь 2 серьезных ЦЗ, это Чистяков и это Ракицкий. Нам нужно приобрести еще одного игрока, но ребята, если брать лимит, то у нас получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и ребята, 7 иностранцев. Ну и Луис Филипп у нас 8, но поскольку он 2 месяца травмирован, он в резерве, мы можем сказать так, его откинули пока из команды и ребята, мы можем взять в принципе еще одного иностранца, я думаю как раз таки мы возьмем Гвардиола, потому что мы собирались его приобретать и он у нас станет как раз пару к Ракицкому, если что будет под меня Чистякова, хоть он и левша, но ребята, не будем смотреть. А что касается Кабрала на замену Азмуну или Дзюби, то ребята, здесь нам нужно брать какого-то форварда, наверное, с российским паспортом, либо пока не брать вообще, потому как я думаю, стоит сделать выбор в пользу ребята Миранчука. Вы, ребята, поддержите видосик лайком, усаживайтесь поудобнее, наливайте себе чаек, берите печеньки, вкусняшки и также подписывайтесь на канал, если вы новенький. Было много различных предложений, я добавил еще пару футболистов, Хвичу Кварасхели, Тюкавина, Текнизяна, Мухина, Прохина и что касается, кстати говоря, Мухина, очень интересный парень, он ЦП и ЦОП, и я думаю, можно его будет рассматривать в дальнейшем на замену тому же Магомеду Аздоеву. Мы, кстати говоря, продали также Ерохина в Кристал Пелос, и я думаю, как раз сейчас мы попробуем подписать Миранчука. Его стоимость от 20 миллионов, собственно, наверное, с этих сумм мы начнем свои торги. Итак, предложим цену трансфера, ну давайте 21 миллион, попробуем начать с этого. Уж не знаю, согласится ли тренера таланта, они хотят 23 300. Новая цена трансфера, давайте 21 500. Будем потихонечку повышать. Да, и на этом они согласились, отлично, ребята, теперь останется только договориться с Миранчуком. Были предложения по Габи Голу, были предложения также по Халку, ребята, но я повторюсь, в который раз их нет в FIFA, я не могу их никак откуда-то достать, их просто нет. Мы встречаем Миранчука и его агента в своем офисе, и сейчас обсудим контракт. В принципе, Миранчук плюс-минус еще молодой, так что, я думаю, на минимум 3 года. Так, важный игрок. Ну, хорошо, давайте тогда, мы на это согласны. В нашем клубе серьезная конкуренция, но Миранчук получит интересующую его роль в клубе. Двигаемся дальше, давайте обсудим, на сколько лет. Мы хотим заключить контракт, 25, но давайте минимум на 3 года. Я думаю, это стандартный, так скажем, контрактик, 3 года. Игнорируем отступные, зарплата 34, выходы на поле, подписной бонус 340, контр-предложение, подписной бонус, давайте, 250. Мой клиент рассчитывал на несколько другие условия, но он хочет перейти в вашу команду и согласен на ваши условия. Отлично, ребята, Миранчука мы тоже приобрели. С Миранчуком, ребята, у нас все получилось, давайте теперь приступать к переговорам с Гвардиолом и РБ Лейпцига. Мы пока берем не очень дорогих футболистов, ребят, потому что хочется какого-то приближения к реальности. Да, может быть, эти футболисты никогда в «Зениты» не перейдут, но, ребята, это не такие игроки, которых предлагают в комментариях, типа «Фати», «Венисиуса», «Купи вот этого», «Купи того», «Купи Серхио Рамос», это все-таки, ребята, больше из разряда фантастики. Итак, давайте попробуем 16 миллионов и, собственно, посмотрим, что они на это ответят. Они хотят 16 миллионов и 14% при перепродаже. Окей, мы согласны. Ну и быстренько осталось договориться по контракту. Я надеюсь, здесь проблем у нас тоже возникнуть не должно. Мы встречаемся в небольшом ресторанчике и сейчас обсудим условия личного контракта Гвардиола с его агентом. Итак, они хотят важного игрока. Хорошо, мы это принимаем, ребята. Контракт на 5 лет. Это нас тоже устраивает. Отступные в 33 миллиона я бы отказался от выплаты отступных. Они на это тоже согласны. Дальше. Зарплата. Ну, давайте сделаем 35. Подписной бонус еще 200 тысяч. Достойное предложение. Моего клиента это устраивает. Отлично, ребята. Надеюсь, что Гвардиол у нас не получит травму. Сегодня, друзья, нас ждут весьма три непростые матчи. Как мы видим, «Динамо» и «Московск» уже свою четвертую встречу выиграли. И, ребята, у нас сегодня в серии «Локомотив», «Уфа» и «ЦСК». «ЦСК», кстати говоря, с нами идет в равенстве по очкам. Но у них, ребята, еще и на один матч сыграно больше. Так что у нас есть шанс оторваться. Давайте смотреть на стартовые составы команд. Вот так вот они выглядят. Мы сейчас поменяем единственную нашу форму. Сердар Азмун. Пока, друзья, лидирует в бомбардирской гонке. И к нему приближается «Локсальт» из «Динамо». Вот так вот, на удивление, он нас забивал уже довольно много. «Смолов». Сегодня два брата Миранчука встречаются лицом к лицу. Один в одной команде, другой в другой. Ну и, ребята, поехали. У нас осталось еще немножко денег. Но, ребята, я думаю, на это трансферное окно покупки пока что закончены. Вы продолжаете предлагать своих игроков. Возможно, в дальнейшем кого-то из них мы сможем приобрести. Но, повторюсь, пока каких-то суперзвездных футболистов я покупать не хочу. Хочется сделать эту карьеру интересной. И сейчас действительно матчи за счет того, что у нас не супер какой-то ультимативный состав получаются довольно интересными. И, я думаю, в Лиге Чемпионов наша команда тоже попотеет. Но, ребята, как далеко мы сможем пройти, пока неизвестно. Нам показывают Сердара Азмуна, показывают Миранчука. Сегодня они попытаются забить Лока. Ну и давайте начинать с центра поля. Эту встречу начинает Зенит. Поехали. Ну и Гвардиолу тоже нужно освоиться. Это наш новичок. Луис Филиппа, к сожалению, получил травму. Малкам. Здорово. Увидел сейчас Караваева на фланге. Тот набирает скорость. Ну а кому делать передачу? Караваев. Решил вот так вот резко развернуться. Миранчук. Пас на Вендала. Неплохо. Заброс на Бариуса, но там уже все перекрыто. Вильмар Бариус пришел помочь. И нужно сейчас, ребята, аккуратно выходить из обороны в атаку. Караваев. Пас на Малкам. Малкам. Миранчук. И снова Малкам. Здорово. Нет никакого офсайда. Можно простреливать. Был рикошет, но Клаудиньо замкнуть не сумел. Тем временем 22 минуты позади, пока, ребята, игра такая довольно равная. По крайней мере, по владению мячом так точно. Ракицкий. Аккуратно здесь отыгрывается. Караваев. Молодец. Передача на Миранчука. И вот здесь пас оказался неточным. Локомотив все активнее по левому флангу. Идет вперед. Вильмар Бариус пошел встречать соперника. И выбил мяч на угловой. Тридцатая минута. Дальний удар по воротам. Это было очень опасно. И попади мяч в створ. Баринов мог вывести локомотив вперед. Вендал. Передача на Клаудиньо. И набирает скорость Азмун. Но успевает на выходе Гильерми его опередить. И в итоге атака заканчивается ничем. Но при этом выбрасывая мяч к центру поля, он был потерян. И снова наша команда идет в атаку. Можно подавать на дальнюю. Миранчук. Удар по воротам. И первый гол есть. Миранчук, ребята, забивает. Не хотел я праздновать гол. Просто честно забыл, как это делается. В итоге, ребята, вот так вот Миранчук забивает своей бывшей команде. Очень классно получилось пробить. Он послал мяч сначала в газон. И тот рикошетом залетел в верхний угол. 37-я минута. Дебютный гол Миранчука. В ворота ребята локомотива. Пытались стеночку разыграть. Это снова Вендал. Заброс. Передача Миранчук. Удар по воротам. И здесь я думал, что он пробьет все-таки с ноги. А он решил как-то забросить. У нас, ребята, начался второй тайм. Пока 1-0. Единственный гол на счету Алексея Миранчука. Но и Баринов у локомотива очень опасно пробивал в первом тайме. Посмотрим, что уже получится у команд. Показать во второй. 45 минут. Здорово. Хороший отбор. Это Малкам. Снова пас на Миранчука. Вильмар Бариос. Ошибка. Вот сейчас может быть опасно. Это Смолов. Дальний удар поворота. Но Критцук, ребята, спокоен. Вильмар Бариос. Красавчик. Пас на Венделла. И тот успевает протолкнуть на Клоудинью. А дальше, ребята, Азмун. И есть Малкам на противоположном фланге. Малкам. Не успел. Он уже переложил мяч под левую. Но не успел проткнуть его в ворота. Красиво было разыграно. И очередная атака локомотива. Очередной дальний выстрел. И снова, ребята, Критцук на месте. Пока с такими ударами хозяев он справляется. Здорово. Малкам. Миранчук. Снова передача. На сей раз на Караваева. Караваев можно подавать на дальнюю. Подача есть. Ну же, Венделл. И это, ребята, 2-0. Сегодня вот так вот забросики на дальние штанги получаются. Очень хорошими. И у нас, ребята, как в Ливерпуле, два крайних защитника вырезают голевые передачи. Ну и давайте Кузяев выйдет вместо Венделла. Он забил. Может отдохнуть. Но и здесь какие вопросы Гильерми. Его просто с линии вратарской расстреливают. И за 17 минут до конца у нас, ребята, счет становится 2-0. Локомотив, ребята, не сдается. Это снова Смолов. Ракицкий против него. Мяч выбили. Опасно. И один гол Лока отыграл. Но вот здесь, если бы получилось у Ракицкого все-таки выбить мяч из-под ноги Смолова, то, возможно, такого бы удара не произошло. Ну а так, ребята, 2-1. Не есть еще примерно 10 минут. Клоудинь. Черпачок на партнера. Прострел мостовой, ребята. И вот так вот все-таки мы забиваем третий. Мостовой, ребята, выходит и первым касанием посылает мяч в ворота. Ну и Клоудиньо здесь хорош. Да, уже нам повезло немножко с отскоком. Вот здесь мяч вернулся к Клоудиньо. Тот простреливает. И мостовой, не растерявшись, посылает мяч в сетку. 3-1. Передача налево. Дуглас Сантос. И Вильмар Бариус поддерживает эту атаку. Бариус, ну же. И не получается, ребята. Азмун. Снова Бариус. Мостовой. Хотел пробить в одно касание в дальний, но на этом звучит финальный свисток. Это победа. 3-1. Локомотив бился, Локомотив боролся, но в итоге мы оказались сильнее. Миранчук забил в первом же матче за Зенит. Что скажете о таком великолепном дебюте? Он быстро освоился и начал играть на пике. Хочу ли я большего? Разумеется. У меня нет сомнений, что он может показать гораздо больше. Гвардион не очень убедительно провел свой первый матч в качестве игрока Зенита. Что скажете о таком неудачном дебюте? Я знаю, что он способен на большее. Рассчитываю раскрыть его потенциал. Все хотят, чтобы у него все получилось. Но на это нужно время. Локомотив такой же сильный клуб, как ваша команда. У вас были сомнения в победе в этой игре? Нельзя сказать, что это нас сильно беспокоило, но определенные сомнения были. Очень здорово, что нам удалось победить. И по-прежнему, ребята, 4 команды имеют в своем активе 10 очков после 4 игр. Это Зенит, Динамо, Сочи и Краснодар. Недалеко ЦСКА, недалеко Спартак. Ну а сейчас нам предстоит игра, выездная против Уфы. И вот так вот выглядят стартовые составы. Давайте снова поставим нашу выездную форму. Не знаю, почему по умолчанию это сложно сделать сразу. Ну и, ребята, как мы видим, Уфа играет в трех центральных защитников. Довольно насыщенный центр поля. И попытки, скорее всего, на быстрые контратаки через фланги и нападения. Ну а мы выходим тем же составом, что и на игру против Лока. Ребята, поехали. Если в РПЛ все-таки наш состав, как и в жизни, сильнее остальных, и, возможно, от этого как раз-таки и большее количество побед, то, ребята, в Еврокубках все далеко не так здорово. Мне все-таки кажется, что лимит 8 легионеров для российских клубов – это тяжело. Тяжело для борьбы на европейской арене, потому как ты не можешь... Если у тебя, например, играет, как у нас, уже 8 иностранцев, то ты не можешь выпустить кого-то на замену сопоставимого по уровню. Ну и, как мы видим, у нас забито 16 голов, а у Уфы пропущено 5. Они начинают с центра поля, ребята. Поехали. В прошлом матче Азмун не забил. Посмотрим, получится ли сделать у него это сегодня. Передача на Вендала. Вендал! Попытка удара слева. Здесь Клоудиньо. Его сбивают. И это пенальти. Это пенальти. Желтая карточка. Батака ее получает уже на четвертой минуте. Может быть, он и не хотел сбивать Клоудинью. Он летел на мяч. И так получилось, что прямой ногой срубил соперника. Ярослав Ракицкий у мяча. Давайте попробуем дать пробить Азмуну. Почему бы и нет? Сердар Азмун. Он берет разбег, бьет по воротам, ребята, и забивает. Мяч пролетает рядом с голкипером. Но это, ребята, седьмой гол Азмуна. Мы не зря его все-таки переподписали. И на данный момент он лидер в нашей команде. В нападении, так как Артем Дзюба уехал в Тоттенхэм покорять английскую премьер-лигу. Ну, Азмуна мы предпочли сохранить. И у нас хорошая сыгранность. Я замечаю, что, вы знаете, Миранчук очень здорово взаимодействует с партнерами. И в большей степени, наверное, даже с Малкомом. Как-то вот у них там хорошая, получается, такая связочка. Караваев. Отлично. Не пустил соперника вперед. Но, как я и сказал перед началом этого матча, ребята, что Уфа будет пробовать именно быстро пытаться проходить нашу оборону. Венделл. Еще момент. Потащил вратаря. Здесь Клаудинья уже врезался в голкипера. Это тоже такой микрофол был. Но того же Малкома, Малком, на ложном замахе залетает штрафную. Малком мяч под левый. Удар в дальний. И буквально из пустых ворот уже защитник выносит. Сердар Азмун здорово развернулся. Передача в центр. Венделл. Пас пяточкой. Клаудинья. Оффсайд был. Но, ребята, как же разыграли. Как же разыграли. И жаль, что было положение вне игры. Как же Клаудинья усадил уже голкипера на пятую точку. И вот здесь. Здесь буквально стопа заскочила в офсайд у Клаудинья. Ну а разыграли очень здорово. Еще одна, ребята, атака Уфы. Теперь через правый фланг. Пришел тут Венделл помочь. Ракицкий играет на отбой. Но на подборе снова футболисты Уфы. Передача в центр. Розыгрыш на коротке. Ушли. Ушли от Дугласа Сантоса. Прострел в центр. И здесь Вильмар Бариус, ребята. Московская Динамо пока выигрывает у Урала. 2-0. У них тоже перерыв был. И, ребят, пока мы выигрываем у Уфы. 1-0. Так что борьба в чемпионате. Ну как минимум между нами и Динамо продолжается. Пошла подача. Гвардиол здорово выпрыгнул. А вот это очень, ребята, опасно. И Крецук молодец. С ближним. Опасная передача в центр. Удар по воротам. И просто повезло, что игрок Уфы не попал в створ. Видит на фланге Клаудиньо. Клаудиньо с мячом надо стелить в дальний. Клаудиньо забивает второй. Ну вот теперь, ребята, точно победа от нас не уйдет. Мы подловили соперника на хорошей контратаке. И Клаудиньо исполнил. Ну и Кузяев молодцом. Как раз таки вот на сведжести он проточил мяч через полполя. Сделал хороший пас на Клаудиньо. И тот его не подвел. Мостовой выходит вместо Клаудиньо. 85-я минута. Уфа с мячом. Ярослав Ракицкий. Здорово. Снова Долер Кузяев. Снова он уходит от подката. Мостовой. Подхватывает мяч. Подача на дальнюю. Ну же, Миранчук. 3-0, ребята. Вот ты, Миранчук. Это второй его гол за Зенит. И он показывает, что он, ребята, готов мчаться на всех парах. Ну и молодец. Молодец. Мостовой вырезал передачу. Миранчук ее подработал. И послал мяч в сетку. 3-0. Ну вот два гола, ребята. Последних. Это просто подлавливание соперника на хороших контратаках. Все как любит Зенит. На скорости. Победа 3-0. Важные три очка. И давайте посмотрим, как сыграли соперники. Пока только три команды имеют в своем активе по 13 очков. Это мы, Динамо и Краснодар. Сочи немножко подотстали. У нас пресс-конференция перед игрой с ЦСКА. Домашняя встреча. И давайте посмотрим, о чем нас спросят. Пока что вас Никной не смог обыграть. Вы рассчитываете продолжить серию без поражений? Я не хочу втягиваться и втягивать моих игроков в эти игры разума. Нам и так есть о чем подумать. Как вы думаете, есть ли у ЦСКА шанс обыграть вашу команду? В матче против Уфы мои игроки выложились по полной. ЦСКА равная нам по силам команда. Но я считаю, что у нас есть хорошая вероятность выиграть. Вы проводите активную трансферную кампанию. Уже приобрели четырех игроков. Значит ли это, что кто-то из футболистов покинет клуб до закрытия трансферного окна? Мы строим команду, способную побеждать. И в ней есть место только целеустремленным игрокам, готовым выкладываться на полную. Ну что, друзья. Зенит ЦСКА. Сегодня мы уже встречались с Локомотивом. И теперь еще один соперник из Москвы. Мы не меняем победный состав. Мы отправляемся теми же 11 игроками. Состав ЦСКА вы видите на своих экранах. Заболотный, Ахметов и Эльжуки сегодня по краям в нападении. Ну и, ребята, поехали. Сейчас, друзья, на старте сезона. Пока у нашей команды максимальные силы. Может быть, победы даются где-то даже немножко легко. Но я уверен, что дальше, ближе к зиме, после зимы начнутся точно проблемы, которые у меня бывали во всех карьерах. Когда начинается усталость, когда добавляются еврокубки, обычные кубки. В общем, там придется тратить гораздо больше сил. И в итоге неизвестно, что будет уже с нашей командой. И где мы будем находиться. Ну и нам показывает, что Сердар Азмун пока что лучший. 7 голов у него забито в 5 матчах. И давайте начинать. С центра поля на эту встречу начинают футболисты ЦСКА. Поехали. Пас на Азмуна. Он все-таки прошел. Сердар Азмун. Удар из-за пределов штрафной. Но там все спокойно контролировал Акинфеев. И к такому удару, мне кажется, он был готов, если бы даже он пошел в створ. У нас есть высокорослые футболисты. Малком пошла подача. Вильмар Бариус. Удар по воротам. Перекладина. Добивание. Азмун. Выиграл вверх. Хорошо. Миранчук. Мяч сохранил. Подача в штрафную. Удар по воротам. И уже Критсук вступает в игру. Вот это был момент. И снова передача на правой. Джуки снова по штрафную. Ну и здесь спокойно. Разобрался наш галкипер. Передача на Вендела. Вендел. Азмун. Ну же забить. И Азмун не попадает. У нас концовка первого тайма. Сейчас Клаудиньо набирает скорость на левом фланге. Пытается раскачать оборону ЦСКА. Клаудиньо. Надо бить. Удар по воротам. Ну акинфеев спокойный. На этом первый тайм завершен. Неплохой получился, ребята. Первый тайм. Обе команды атаковали. Имели моменты для того, чтобы забить. Но пока нули на табло. И я бы, наверное, отметил вратарей. Опасная атака ЦСКА. Вильмар Бариус. Красавчик. Справился. Ну а теперь надо уже вперед засылать Азмуна. Здорово, Азмун. Миранчук. Попытка дальнего удара. Миранчук классно пробивает. Малкам. Его выстрел слева. И пенальти. Мяч попал в руку. Ну вот в таких матчах частенько все может решиться. Одиннадцатиметровые. Посмотрим, была ли рука у Васина. Но здесь сложно судить. Там какой-то скрытый эпизод. Берет разбег. Бьет поворот. Акинфеев тащит. Да. Не получилось у Ракицкого забить в этом эпизоде. И вывести команду вперед. Рядом есть Вендал. Азмун видит забегание. Бариус. Бариус. Ну же забить. Не вышло. Миранчук. Продавливает соперника. Подача. Азмун. Куда ж ты бьешь? Опасная передача. Джуки уже в нашей штрафной. Дуглас Сантос против него. Рядом ребята также партнер. Но ЦСКА сейчас очень неплохо раскатывает. Передача налево. Ракицкий пошел встречать. Как разыграли. Молодец. Кридцук ребята. Давайте. Круговой вместо Дугласа Сантоса. Остается чуть больше пяти минут. Пошла подача. Гвардиол дал пробить. И ЦСКА ребята забивается. Стандарт. Это Васин. Но при таких навесах, конечно, нападению бывает легче выбить. Точнее, легче пробить. Потому что им нужно идти вперед и как раз таки с силой пробивать в створ ворота. А защите нужно вымерять момент и пытаться выбить. Ну и там буквально по макушке еще кому-то мяч прокатился на ленточке ворот. Виктор Васин выводит ЦСКА вперед буквально за пару минут до конца этого матча. Ну вот так бывает. Ты создаешь больше моментов, но не всегда можешь их реализовать. Еще один удар по воротам. И на этом звучит финальный свисток. Вот так вот первое поражение от армейцев. Причем, что проигрываем мы дома. Но это, ребята, только сейчас усилит борьбу в чемпионате. Надеюсь, серия вам понравилась. Поддержите ее лайком. Пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. Ну а с вами был Локи. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok